С 1 июля предприятия Ивановской области, а их порядка 36 тысяч, переходят на новую схему выплаты пособий своим сотрудникам. Что это значит? Если раньше работодатель сам начислял пособие, выплачивал его, а впоследствии возвращал денежные средства взаимозачетом из Фонда социального страхования, то теперь ведомство самостоятельно будет переводить деньги на прямую работнику. Это касается больничных, пособий по беременности и родам, единовременных выплат при рождении малыша и ежемесячного пособия до полутора лет. Теперь также работник предъявляет больничный лист своему работателю, тот заполняет необходимые графы и передает информацию в электронном виде к нам, в региональной делине. И уже мы, мои работники, начисляют, производят расчет, проверку и, соответственно, сами выплачивают напрямую на расчетный счет или через почту работнику. То есть исключается вот это звено от лечения средств. Отметим, что больничный лист до трех дней работодатель оплачивает, как и прежде сам. На перечисление средств по законодательству отводится максимум две недели. Пять дней есть у работодателя на то, чтобы передать информацию в фонд, и десять дней у последнего, чтобы все посчитать и отправить деньги адресату. Подследить, как дело продвигается, можно через личный кабинет на сайте ФСС. И там, может быть, смотрят, передал ли работник. Там есть специальные эти. То есть он отдал, например, номер больничного листа в электронном виде своему работодателю. Смотрит, пять дней прошло, а работодатель информацию в фонд социального страхования не передал. То есть информации нет от движения больничного листа. или не ввел в эту базу соответственно, он идет к своему роду дателю и скажет, слушайте, а почему не передали, где денежки? Соответственно, когда смотрят, ага, передано в фонд социального страхования. Ну вот ждет максимум, через 10 дней, если нет движения по этому, ну выбирает рубочку и заваляетесь, почему мои денежки, где они? Ну обычно там уже начислено, перечислено на реквизиты расчетного счета такого-то. То есть все можно отследить прямо вот, ну на самом деле он онлайн. Проект «Прямые выплаты» призван защитить интересы граждан. На мелких предприятиях, где деньги приходится извлекать из оборота, даже небольшое пособие по болезням можно и не получить. Что уж говорить о более крупных суммах, когда речь о выплатах по беременности и родам. Так случилось с Анастасией. В марте она стала мамой, но вместо того, чтобы дарить свое время малышу, девушка обивает пороги всевозможных инстанций в надежде получить причитающиеся ей деньги. Молодая мама и еще две ее коллеги отчаялись договориться со своей бухгалтерией по-хорошему. В январе месяце я ушла в декрет и как бы я уже ребенка родила в марте. Деньги дородовые, то есть даже послеродовые мне ничего не выплачивалось. То есть я все вовремя сдала, все больничные листы, все. Я как бы звонила им каждый месяц, они мне говорили, подождите, подождите, подождите еще месяц, подождите два. Мы все подали. Я сюда приезжала, еще беременная была, узнавала, подавались ли документы. Ну вот, нет, ничего не подавалось по поводу нас. Анастасия планирует обратиться в суд. Прямые выплаты, подобные неприятные ситуации, исключат. Естественно, если предприятие работает легально и производит все необходимые отчисления. В настоящий момент на базе фонда ежедневно проходят обучающие семинары для бухгалтеров. Новая схема заработает со следующей недели. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.